День с толком Перелом позвоночника, ушибы и неконтролируемая паника В результате жесткой посадки Боинга компании «Азур-Эйр», который летел из Вьетнама в Барнаул, пострадали почти 50 человек При посадке у лайнера загорелись стойки шасси Пассажиров экстренно эвакуировали Ну, вот мы и прилетели из Вьетнама Аварийную посадку Боинг совершил вечером в 10-м часу На борту находились 344 человека, 26 из которых дети Известно, самолет пытались посадить дважды После первого приземления лайнер ушел на второй круг Через 10 минут вновь начал садиться Но через некоторое время после касания земли был дан приказ эвакуироваться После остановки открылись аварийные выходы Бортпроводникам пришлось убеждать людей бросить вещи и спасаться А вот у нас это эвакуация, слово Я вообще ничего не понял, прям эвакуация И все как ломанулись Представляете? И получилось, там, да, с детьми там Началась такая давка, там люди все боятся Потом на несколько секунд свет поток в салоне Страх был в том, что сгорит жаживо Потому что дым у запаха уже, знаете, это же пластмасса Уже ядовито, мало, что-то там понятно И боятся, что не успеют выйти Подробнее об авиационном инциденте И как себя чувствуют пострадавшие Расскажем в вечернем выпуске А пока продолжим Сегодня утром в районе Барнаула водитель сбил лосенка На кадрах видно, что у животного поломаны ноги Позже стало известно, что лосенка в итоге не удалось спасти По словам очевидцев, водитель не пострадал Хотя сложно сказать, чем бы закончилась вся история для водителя Если бы на дороге оказался взрослый лось Вес которого может достигать 600 килограммов Кстати, экологи говорят, что сейчас Очень высока вероятность встретить на трассе Сахатова И к этому надо быть готовым Просто не превышать скоростной режим Осенью, весной просто миграции начинаются Это естественная вещь То есть переходы более частые через автомобильную трассу Поэтому учащаются случаи такие выхода на дороге Последствия встречи с Сахатой могут быть серьезными Не только разбитый автомобиль, но и риск для жизни водителя Кроме того, предусмотрен крупный штраф, который придется заплатить за сбитое животное Например, за лося 80 тысяч рублей За благородного оленя 70 За косулю 40 За кабана придется отдать 30 тысяч рублей Быть или не быть четырехзвездочному отелю «Рэдисон» в центре Барнаула Эта резонансная тема вызвала множество обсуждений и негодований Общественность против Архитекторы тоже сомневаются Стоит ли на месте парка на площади Сахарова возводить многоэтажное здание Краевые городские чиновники, вероятнее всего, в ближайшее время Проведут опрос среди населения, чтобы узнать мнение простых горожан А пока Илья Кочетков решил узнать мнение специалистов Гостиничного и туристического бизнеса А нужен ли краевой столице «Рэдисон» или нет В Барнауле больше сотни гостиниц Из них крупных около десятка По словам ательеров, этого достаточно для краевой столицы Конкуренции со стороны «Рэдисона» не ждут Даже сомневаются, что четырехзвездочная гостиница Сможет занять лидирующие позиции По франшизе по этой Строить отель на сегодняшний день Он должен быть не менее двухсот номеров То, что хотят построить четырехзвездочный Это стоимость номера По окупаемости, по затратам Ну вот, судя по всем сетевым отелям По этим, у них начинается от пяти От шести тысяч рублей Цена номера У нас заканчивается на трех с половиной Четырех тысячах Самый ходовой, то есть, ну, средний ценник Не средний, можно сказать, основной ценник То есть то, что люди потребляют У нас есть в гостиницах И номера И высокого класса То есть от шести и семи тысяч Но они не пользуются спросом Три с половиной, четыре тысячи рублей в сутки Это средние расценки для отелей Барнаула По словам Воронова, не все приезжающие к нам бизнесмены Артисты, вип-персоны готовы тратить больше Кстати, Рэдисон не первый крупный игрок Который пытается зайти на гостиничный рынок Барнаула Несколько лет назад на месте здания старого базара Тоже планировали построить гостиницу Только Хилтон Вроде бы все было уже договорено Но в последний момент от проекта отказались Официальная версия, в центре Барнаула нельзя строить слишком высокие здания Но многие представители гостиничного бизнеса Уверены, что в Хилтоне просто подсчитали риски И сами отказались от проекта Возможно, так произойдет и с Рэдисоном Между тем, представители туристической отрасли Прихода крупного гостиничного бренда ждут с нетерпением Председатель Краевой ассоциации туризма Александр Томашевич уверен Это сделает Барнаул привлекательнее в глазах вип-туристов Если мы говорим о Рэдисоне, с которым сейчас ведутся переговоры То мы заходим на сайт Рэдисона И у нас, пожалуйста, перед глазами все города, где есть отели бренда Рэдисон И тут же у нас, вот он, пожалуйста, Рэдисон Барнаул, например Понятно, что их не очень много Но есть люди, которые предпочитают селиться в сетевых отелях Они знают, что это определенный уровень качества Определенный уровень сервиса У них есть свои какие-то бонусные программы И выбирают там между рядом отелей Они поселятся вот в сетевом отеле На каком этапе находится работа над проектом Насколько успешно идут переговоры Сказать пока трудно Компания-застройщик от комментариев отказывается Общественники и архитекторы уверены Главное найти подходящее место Ведь свободных в центре города просто нет Илья Кочетков, Илья Халяпин День с толком От этого зависит жизнь города В Барнауле изменили систему обеззараживания воды Теперь вместо использования сжиженного хлора Реагент вырабатывают из поваренной соли В водоканале утверждают Так, сняли риск экологической аварии На объекте побывал я и мой коллега Алексей Фризин Почти весь Барнаул пьет изоби Отстойник, фильтр и стадия обеззараживания Эти этапы проходят вода перед попаданием в городскую сеть Последнее звено в цепи и заменили Раньше обеззараживание происходило с использованием жидкого хлора Это, наверное, наиболее распространенная сейчас в стране технология Она достаточно эффективная, дешевая Но мы знаем, что хлор это опасное вещество Причем опасное на всех стадиях Опасное не то слово Хлор – химическое оружие Первой мировой При попадании в легкие вызывает ожоги и удушья Пока им обеззараживали 97% питьевой воды города Был риск выброса газа Случись, что в зоне поражения 30 тысяч человек А ближайшие объекты – краевая клиническая больница и лыжня здоровья Теперь хлор не ввозят, тоннами не хранят в баллонах Его вырабатывают из соли Такая же обычная поваренная соль, как у вас дома в солонке Только мешок здесь по тонне И вот всего этого запаса хватит на город только на 15 суток Для перехода на такой принцип хлорирования воды понадобились Соль, метод электролиза, краевой и муниципальные бюджеты Предприятию и государству проект обошелся больше, чем в 90 миллионов рублей С этого объекта водоканала даже сняли статус опасного Да и специалисты из химфака Алтайского госуниверситета сказали, что без хлора никуда Да и технология безопасная А если тех незначительных процентов вы все-таки боитесь То никаких фильтров не нужно Достаточно дать воде отстояться Андрей Дрейер, Алексей Фризин, День с толком К 2023 году в крае должен появиться национальный парк Площадью в 200 тысяч гектаров В Краевом министерстве природных ресурсов Обсудили создание новой особо охраняемой территории федерального значения Горная Колывань По словам участников встречи, об охране части Алтайских предгорий в особом режиме говорили еще 25 лет назад До конкретной работы дошли только сейчас, с запуском национального проекта «Экология» К тому же природе региона все больше угрожают добыча полезных ископаемых и бесконтрольный туризм Это регионы, где концентрируется биологическое разнообразие Мы этой частью входим в Алтай-Саянский экорегион глобальный Который входит в список 200 регионов в мире, обладающих максимальным биологическим разнообразием Наиболее значимые объекты будущего нацпарка Это Колыванский барок, озера Белое, Колыванское, Маховое, гора Синюха К тому же эти территории заселены множеством краснокнижных видов животных и птиц Парк займет часть Третьяковского, Куринского, Краснощоковского районов Также, по словам экологов, жители Солонешинского района Предлагают включить в охранную зону часть устья реки Ануй, чтобы защитить его от дальнейшей добычи золота Согласно предварительному проекту, туда может войти и часть уже существующей охраняемой территории Чинитинского заказника Сейчас власти работают над экологическим обоснованием нацпарка и общаются с населением Не все местные жители согласны с появлением особой территории Напомним, что до конца этого года в крае должен появиться еще один нацпарк – Тогул Правда, некоторые общественники сомневаются, что краевые власти завершат работу в срок Елена Кузовкина, День с толком Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания Валар У меня к этому часу все новости Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске